МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадою компании «Гомель» у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Международная встреча. На базе лицея МНС сёння стартовал взлет юных воротовальников пожарных. Каникулы с корыстью. Каля 2000 навученцев Гомельской области станут удельниками программы другасной занятости. Высокое мастацтва на улице города. У Гомель завітау фестываль падаткрытым небом «Класика ля ратуше». Олимпийский шлях. Марина Литвинчук и Вольха Худенко унесли уклад у развитцо Мазырской здюшар-повеславанне. А зараз абгэтым іншым больш падрабязна. И они еще школьники, однаку певнена, могут оказать допомогу потерпелым у надзвычайной ситуации. Сёння под Гомелем урочисто открыли международный взлет юных воротовальников. Форум проходить у семнадцатый раз. С года в год яго география поширается. Россия, Украина, Польша, Германия, Латвия, Армения. У сего 14 краин свету. В першине удел принимают юные воротовальники из объединенных Арабских Эмиратов. С подробностями наши корреспонденты. Пятнадцать команд с 14 краин света. У специализованной лицей при Университете грамадянской обороны МНС приехало больше, чем сто юных воротовальников. Им от 14 до 17 годов. У составе каждой команды семь юнаков и девчат. Разом с ними наставники. Усюне терпение чекают сперших с поборництво. Однако по традиции первый день отведены на знакомство. В 17-й год собираются ребята и побыли на этом взлете более 20 стран. Надо сказать, что и наши ребята имеют возможность победить на республиканском конкурсе выехать за пределы страны и поучаствовать в аналогичный конкурс в других странах. Вот они вернулись с Азербайджана. Ранее выезжали в Россию, участвовали в Украине. Были и в Латвии, и в Литве. Выезжали в Великобританию, в США выступали. И сюда очень ярко представляют нашу страну. Гонор Беларуси обороняют переможцы республиканского взлета юных воротовальников команда Могилевской области. Настрой на борьбу и перемогу. Подчас подрыхтовки навод вывучили своих соперников. Очень рады, что мы сюда приехали. Чувствуется огромная ответственность, что надо показать класс и хорошо выступить. Мы тренировались и представляли, что мы уже будем победителями. Знаем, кого не стоит отпускать далеко вперед, но мы не будем говорить. Знаем, узнавали. Почти все участники нашей команды планируют связать свою жизнь с профессией пожарного. У нас в Объединенных Арабских Эмиратах эта специальность очень востребована. В такого рода соревнованиях участвуем впервые. Конечно, хотим победить. Пожелайте нам удачи. Программа взлета вельми насыщенная. У дельников чакают спортивные споборности, интеллектуальные гульни, творческие конкурсы. У першню молодые люди смогут поспорщаться за звание лепших воротовальников на водах, продемонстровать свои физичные сдольности у Шматборьи и поудельничать у особистом конкурсе юных талентов. Здесь присутствует 14-15 команд из разных стран. Это дети, которые познакомятся друг с другом, вырастут. Не только они будут знать, будут осведомлены о рисках и катастрофах, но и у них сложатся взаимоотношения друг с другом. В результате это будут отношения и дружба между странами. Напереде споборницкий тыдень. Конечно же, к юных воротовальнику и яскравая позаконкурсная программа. Экскурсии и дискотеки. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель». Колядь двух тысяч наученцев Гомельской области подчас летних каникулов станут судельниками программы другостной занятости. При этом реализация проекта вожитевляется основным за кошт бюджетных сродков. У школьных працовных лагерах побывали наши корреспонденты. У 7-й Гомельской средней школы працовный лагер открылся 1-го липеня. На протягу трех тыднях наученцы будут заниматься справами, которые в официальных документах называются громадскокорисными. Подчас зимовых и весновых каникулы у дельники такого лагера вырабляли стенды. Зараз занимаются ремонтом мебли. Для школьников 8-10 классов это махчимость отримать корисные працовные навыки и крыху заработать. Я хотел поработать, потому что в прошлом году мне реально понравилось. Ну и денег подзаработать, потому что нигде не могу найти подработку. Дарыши непосредной працей у лагерах займаются максимум по 2 годы на день. Остатний час присвечены культурно-массовым и спортивным мероприемствам, экскурсиям и интеллектуальным гульням. Як чакается подчас летних каникулов, у дельниками працовных лагеров на Гомельшине станут минимум 2 тысячи школьников. В течение летних каникул планируется трудоустроить около 2 тысячи школьников и учащихся, которые будут заниматься пошивом швейных изделий, посадкой деревьев, наведением порядка на пришкольной территории, изготовлением стендов из каменек и другой работы. У 32-й Гомельской школе документы для открытия оздоровленчего лагера працы и отпачинку начали рыхтовать еще у красавику. За этот час не только презентовали проект, но и отримали сгоду на его реализацию в управлении по праце. Плюс набрали группу с 18 человек, которые прошли медицинскую комиссию и отримали працынные книжки столяра другого разрада, однажды с картками социального страхования. По великим рахункам, это начало их официйной и саправдой громадской корыстной працынной деятельности. Они, конечно, не профессионалы, но, во-первых, у них есть опыт трудовой деятельности, уроки труда проходят не зря, поэтому, в принципе, на много лет нам потом этой мебели хватает. Такой экономичный вариант замены школьной мебели в школе. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Працтавники мясовых уладов завтра откажутся на звонки громадян. У гэтую суботу знову пройдуть промые линии. У Гомельске маблы Конками звороты будет принимать намесник старшини Владимир Горбачев. Номер телефона у Гомелли – 33 12 37. Промая линия працует с 9 до 12 1. У гэты сейчас на совизе будет первый намесник старшини Гомельска Хагарвы Конками Александр Сиваков. Номер телефона – 33 09 59. Веншуем коллег. Телеканал Мазыра трымал перемогу у республиканским конкурсе на лепшее осветление деянности профсоюза у Беларуси. Мазырские журналисты признаны переможцами сирод районных студий телебачення. Гоноровый диплом уручили на урочистом сходе у будинку Райвы Конками. Намесник старшини Гомельского областного объединения профсоюза Жанна Гатальская повеншовала коллектив телеканала и пожадала новых профессийных поспехов. Конкурс Федерации профсоюзов проводится что год. Ауторские репортажи, интервью, артикулы про жизнь и деятельность профсоюзных организаций оцениваются по некоторых критериях. У их лику разностаенность жанров, наявность аналитичных материалов, глубиня раскрытия темы и творчая складаючая. Все лето на конкурс было дослано 120 работ. З них выбрали 5 у особенных номинациях. Дарыч и диплом переможцы отправится так само у редакцию газеты «Светлогорские новины». Высокое мастатство вышло на улицу. Организаторы Минского фестиваля под открытым небом классика «Ля Ратуши» привезли у гомель музыкантов арт-мьюзик Охестра с программой «Вива Штраус». Примавши множество гостей из самых разных краин света, фестиваль у першиню за 5 годов иснования отправился у подорожа по областных центрах краины. Фестиваль классика «Ля Ратуши» стал саправдным открытием для гомельчан. Организаторы и выканауцы постарались при допомозе музыки перенести слухачу сплошь Ленина на венскую «Штефансплац». В концерте гучали творы двух самых вядомых представников музычной династии «Штрауссов». Я є родоначальника Иоганна Штрауса-старейшого и его сына, короля вальсов Иоганна Штрауса-молодшого. По Европе мы ездим с этой программой, там очень много Штрауса. Весенние голоса, сказки Венского леса, вальсы Арсены, песенки Арсены. То есть очень-очень большой репертуар Иоганна Штрауса. Я очень люблю эту музыку, потому что, в принципе, я оптимистический человек. Кстати говоря, я пела эту музыку с вашим оркестром, гомельским симфоническим оркестром, когда был дирижер Кравцов. У перепынках помеж вальсами, польками, кадрилями и маршами ведучий расповядал интересные подробности творческого шлягу семьи Штраусов. Их музыка вядомая многим. И нагучить в концертных залах, на радио и телебачене, в фильмах и рекламных роликах. Именно ведь эта сучасная популярность классики стала подставой для створения концертной программы «Вива Штраус» и ее презентации у разных городах краины. Большая часть оркестра совсем молодая. И, естественно, это говорит о том, что если молодые люди хотят играть классическую музыку, что она сегодня и в Беларуси востребована. Что касается, например, студентов Академии музыки, то там всегда есть конкурс. Это значит, что есть конкурсы музыкальной школы. Это значит, что определенно мода и желание знакомиться с классической музыкой у людей есть. Это великолепно, что люди могут на улице прийти и послушать оркестр, послушать солистов из Большого театра, великолепных солистов. Вообще, вот эта идея классика у Ратуши, я считаю, великолепна и прекрасна, что она сейчас и уже год назад вышла за пределы Минска. Удельники арт-мьюзик оркестра, лаураты, дипломанты международных конкурсов, музыканты оркестра национального академичного Великого театра оперы и балета Республики Беларусь. Послухать концерт у их выполнения все жадают, что смогли абсолютно бесплатно. Свободный у выход – отметная риса усих мероприемств фестивалю «Классика ля Ратуши». Евгения Кухаронек, Марина Джалая, Андрей Иванов, Телерадо и компания «Гомель». Завтра у «Гомеля» означает «Купалле». Народно обрадовое свято пройдет во всех районах областного центра. Каля каскаду озер на проспекте «Космонавтов» свято почнется утрых один и дня. По улице Макайонка театрализованное действие стартует у пять годин вечера. Ух, это сейчас концертная театрализованная программа распочнется и у Любинским микрорайоне по улице Мележа. В программе под названием «У пошуках квитнеющей папороть кветки» выступления творчих коллективов, конкурсы, выставы, майстер-классы. Марина Литвинчук и Вольга Худенко унесли свою кладу развития Веславанне на Малой Радзиме – у Мазыры. Минавито там почалась их поспеховая карьера. На этой сродке у Сдюшар по Веславанне обсталюют новую спортивную залу. Расставницы Белоруссии! Вольга Худенко и Марина Литвинчук! Вось он пероломный для белорусских весляров «Момонт» – 500 метров до заповедного золота пройдены. Марина Литвинчук и Вольга Худенко – пероможцы других европейских гульни у байдарцы двойцы. Безумно тяжелая, но эта тяжесть очень приятная. Своему ребеночку, Эльдарчику, своему сыночку поздравили. Это по-любому его медаль. Безумовную заявку на перомогу девчины зарабили с самого старта и до финиша только додавали. Их перомогу уже назвали историчной, але за таким выникам тренировка даже нею уже тем. Там вот затон есть такой, мерляется. Вот там ее обучали. Вот в этом лодке. Сколько раз переворачивалось это за тренировку раз по 20, может. Будучая золота европейских гульни уковали тут, на Полесской земле. Михаила Земши теперь вспоминает, как у першиню до него пришла юная Оля Худенко. Кажа ранее, она ни разу в жизни не бачила спортивных лодок. Были проблемы с плаванием. Але твердый характер и вопыт первого тренера зарабили свою справу. Совпало это все, все эти мероприятия, европейские игры, мое день рождения. Вот. И такой подарок мне очень приятный. Поэтому я очень доволен и доволен ихным выступлением. Большое им спасибо. Дальше Мазыр для Беларуси место знаковое. Гэта земля выгадывала перших майстру спорта Украины. И Менавіта Ацюль хвалей прокатилися их поспехи на Республиканской, Усесоюзной, а затем и Межнародной арене. Символично, что Менавіта тут живут эти первые чемпионки европейских гульни. Дякуючи им и социальному проекту «Олимпийский шлях», гэты район отримая финансовую поддержку. Гроши Марына и Вольга пераличать Менавіта Мазырской с Дюшарпа в Славанне, у якой, як и 40 лет тому, протягивают гадавать чемпионов. До речи, восье Яны за золотыми кумирами Сачыленя, глядячи на шильный график и тренировки, и кожный гэты хвилинный переживал разом с землячками. Очень сильно переживали, смотрели всей просто базой. Радость, конечно же, была за них и какой-то стимул тоже работать. Вы знаете, мы постоянно надеемся, чтобы наши воспитанницы удачно и красиво выступили на международных соревнованиях. А деньги эти, конечно, они необходимы сегодня всем. Но у нас есть пару спортивных залов, которых нам хотелось бы оборудовать. И эти деньги, конечно, нам не помешают. Проект «Олимпийский шлях» пройшел у пятый раз. У першыню отбылся 7 годов тому. И за этот час допомогу оказали уже 25 спортивным навучальным установам краины, некоторым не одноразово. Сумма подтримки склала каля 240 тысяч долларов. Ганна Ковалева, Олеся Рудянкова, телерадиокампания «Гумельпры» подтримцы АТН. Больше про спорт, про с некольких хвилин у спортивного глядя с Максимом Савиным. А наш выпуск на этом завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Порешали на двоих, а теперь могут сесть в тюрьму за преступлением. В Гумеле правоохранители одновременно задержали и взяточницу, и взяткодателя. Обвинения предъявлены директору городского филиала Гомельского областного потребительского общества и руководителю частной торговой организации. Фигурантка уголовного дела приняла от директора коммерческой структуры сумму в размере тысячи белорусских рублей и была задержана с паричным. Теперь руководитель филиала подозревается в получении взятки. Женщина-директор обещала владельцу частной городской организации решить вопросы, которые входили в ее компетенцию. Такова была цена за заключение договора с коммерческим предприятием на оказание услуг по ремонту, сборке, установке холодильного, кондиционерного и механического оборудования. Оба фигуранта уголовного дела сейчас находятся под подозрением. Что касается директора частного предприятия, то 45-летний житель Гомельщины подозревается в даче взятки должностному лицу за принятие положительного решения в пользу организации, которой он руководит. Максимальное наказание за получение взятки – 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Задачу взятки – 5 лет лишения свободы. В Рогачевском районе микроавтобус ехал в Кювет, водители-пассажир получили травмы. Вред для здоровья мог оказаться меньше, если бы участники аварии пристегнулись ремнями безопасности. Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter двигался на 186-м километре автодороги Кричев-Бобруйск-Кивацевичи со стороны Бобруйска в направлении Рогачева. Из-за неправильно выбранной скорости водитель не справился с управлением, съехал в Кювета, прокинулся и столкнулся с деревом. И водитель, и пассажир госпитализированы. Выезжала с парковки и зацепила легковушку. Столкновение двух автомобилей произошло на улице Федюнинского в Гомеле. Участники аварии – девушки. Одна из них выезжала на Мерседесе с парковки строительного магазина, другая двигалась по главной дороге на Митсубиши Кольт. Она-то и получила травмы в результате ДТП. Пострадавшую доставили в больницу. Таков обзор событий на сегодня. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня двумя поединками стартовал 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Столичная Динамо встречается с Борисовским Баты, а в Жодино за очки спорят местная торпеда Беласы, Могилевский Днепро. Представители нашего региона свои матчи проведут в воскресенье. 7 июля Мозырьская Славия в Минске встретится с Ислачью. Игра стартует в 16.00. В 19.45 на поле стадиона Центральный в нашем областном центре прозвучит стартовый свисток поединка, в котором сыграют Гомель и Городея. Этот матч закроет игровую программу 14-го тура. Все поединки 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси в первой лиге состоятся в один день. Завтра. В Светлогорске пройдет областное дерби. Местный химик ждет в гости гомельский локомотив. В турнирной таблице команды разделяют шесть позиций. Светлогорская дружина располагается на девятом месте, железнодорожники на третьем. Интересным обещают стать и противостояние между Лидой, занимающей пятое место в турнирной таблице, и Речицким спутником, который замыкает квартет сильнейших. В Гомеле стартовала областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по академической гребле. В соревнованиях участвуют более сотни юношей и девушек 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. Семь спортивных школ региона выставили команды по 16 человек. Восемь девушек и восемь юношей. В дальнейшем они получат шанс заявить о себе в составе сборной Беларуси. В каждом городе есть свои люди, которые показывают хорошие результаты в той или иной программе. Например, одиночка или двойка, либо же это четверка. На всех соревнованиях мы постоянно имеем призовые места. Это в общекомандном зачете. Погода плохая, так как ветер будет дуть в спину, будет тяжелее. Готов. Процентов на 70 точно готов. В финал попытаюсь отобраться. А там уже как пойдет, как погода покажет. По результатам этих соревнований будет сформирована команда области. Спортсмены отправятся на республиканскую спартакиаду в Заславль, которая пройдет с 18 по 20 июля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.